Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, добрый день. Вы слушаете и смотрите «Страну.ФМ» в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Халинина и наши гости. Дорогие друзья, внимание. Ведущий научный сотрудник Института географии Российской Академии Наук, кандидат географических наук, колумнист Форбс Ольга Вендина. Ваши аплодисменты. Ольга Ивановна, мы вас приветствуем. Добрый день. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Мы сегодня будем говорить о миграции в России. У нас аудитория уже подготовлена, уже задает свои вопросы о мигрантах в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот первый вопрос, который бы мне хотелось задать вам. Вот какая сейчас тенденция у нас в стране? По-прежнему ли, мы говорим сейчас о внутренней миграции, вы у нас поправляетесь, мы что-то неправильно говорим, какие-то термины не так используем. Вот какая сейчас тенденция? По-прежнему ли люди уезжают в большие города, преимущественно в Москву, в Петербург или нет? Сейчас уже все достаточно равномерно. Остаются в селах, работают, поднимают производство. Вот что сейчас происходит? Вот с июня, может быть, как раз вот решили. Да, с первого. Начиная с июня никакой равномерности нет. Так. И вообще, в принципе, никакой равномерности не может быть, потому что миграция — это личное решение людей. И поскольку жизненные планы людей очень различаются, одни планируют переехать жить за город в собственный особняк, а другие думают, как им заработать деньги, чтобы свести концы с концами. Поэтому, поскольку миграция зависит от жизненных решений людей, то она чрезвычайно разнонаправленная. Если мы говорим о внутренней миграции, то, конечно, тенденция переезда из городов меньшего размера в города большего размера, она сохраняется. Сохраняется и тенденция стягивания населения в региональные центры. Даже в тех регионах, которые теряют население, ну, например, Дальний Восток, там всё равно поддерживается довольно стабильная численность населения в таких городах, как Владивосток или Хабаровск, потому что они всё равно являются привлекательными для местного населения. Ну, Москва и Петербург — это, конечно, два главных миграционных магнита страны, да. При этом они очень разным, по-разному оцениваются людьми. То есть Петербург воспринимается как такое идеальное место для жизни. То есть это огромный город с великолепными возможностями, где можно найти работу, но в то же время там нет... Сейчас ликуют петербуржцы, я прям слышу. Приёмники делают огромное. Но там нет зато такого изматывающего ритма жизни, как в Москве. Москва воспринимается как место, где можно заработать деньги, можно сделать карьеру, можно совершить такой индивидуальный скачок, но при этом вверх и в самореализации, и в самых... То есть Петербург не рассматривается как город безграничных возможностей, в отличие от Москвы. Петербург скорее место спокойной жизни, но обладающий большими возможностями. А Москва — это вот именно такой своего рода российский Нью-Йорк, который ассоциируется с городом, где возможно всё, но это, конечно, требует от тебя полной отдачи. То есть ты достигаешь того, что ты хочешь, но ты при этом многое теряешь. Теряешь контакты со своими друзьями, знакомыми, теряешь семейную жизнь, выматываешься, устаёшь, тоскуешь по своей малой родине. В Петербурге как-то вот не тоскуется, да, там культурная среда, по комфорту. В Москве тоже культурная среда, я думаю, что даже более мощная, чем в Петербурге, но в Москве меньше остаётся на это времени просто. В Москве ты должен выбирать, чем ты занимаешься, сколько ты занимаешься. Но при этом между Москвой и Петербургом существуют очень тесные связи, потому что сейчас, я считаю, большие масштабы приобрело такое явление, которое называется питмосы или моспиты. То есть люди, которые живут на два города. И москвичи работают в Петербурге, петербуржцы работают в Москве, и, в общем-то, два таких теснейшим образом связаны города. Но при этом москвичи говорят, что ту проблему, которую в Москве можно решить за один день, в Петербурге на это надо положить неделю. Потому что всё-таки очень разный стиль жизни и очень разное в том числе и отношение к работе. И в Москве намного выше конкуренция между теми, кто хочет занять, скажем, какое-то рабочее место или какую-то выгодную социальную позицию. Ну да, это сам должно быть эффективнее, получается. Ну всё время нужно это доказывать и самому себе, и окружающим, что тяжело. Ольга Ивановна, а вот есть когда-нибудь ощущение, что люди кончатся? То есть все приедут в большие города, уже никого не останется в середине. Ну через сколько? Есть же какая-то прогрессия, наверное. Вы считывали это? Это смешной, это, конечно, смешной вопрос. Я опять начну на него отвечать с того, с чего начала в первый раз. Всё зависит от жизненных планов людей. Если у вас маленькие дети, то, наверное, вы подумаете, стоит ли вам переезжать, скажем, я не знаю, из какого-то тихого города в Москву, чтобы тратить всё своё время на работу, или стоит остаться. Если вы человек пожилого возраста, то, наверное, тоже вы думаете иначе. Наконец, есть люди, которые принципиально не приемлют такой стиль жизни. Поэтому, конечно, этого никогда не произойдёт. И у сельской местности, и у малых городов, и у средних городов, и у крупных городов есть свои серьёзные преимущества. То есть каждое место жизни чем-то выигрывает. И люди просто это выбирают. Потом не все люди стремятся к карьерному росту. Не все люди стремятся к большим заработкам. Потому что очень многие ценят те возможности жизни, которые есть у них. Их связи со своими родными, близкими, друзьями – это невероятно ценно в нашей жизни. Наконец, у многих городов, ну, например, возьмём, я не знаю, Ростов-на-Дону, есть своя замечательная аура жизненная. Есть представление об исключительности этого города. Ну, или у того же Петербурга, о котором мы говорили. Казань, Новосибирск, да. Так что, в общем, эти страхи преувеличены. Другой вопрос, что в Москве тоже не всё так катастрофически, как рисуется. Не вся страна съезжается в Москву. И московское население сегодня всё больше делится на жителей постоянных и жителей временных. То есть кочующих, да? Ну, они не обязательно кочующие, но временные. Это, в общем, абсолютно нормальная ситуация для крупнейших столичных городов, когда там более трети населения – это те люди, которые приезжают в город на какое-то время, чтобы там достичь своих определённых целей, а затем меняют свою жизненную стратегию. Это характерно и для Парижа, и для Лондона, и для Нью-Йорка, и для всех других. Потому что это вот такая город, ну, если условно сказать, это такая мощнейшая машина по производству человеческого капитала. Но находить в себе применение этот человеческий капитал может находить где угодно. Ой, ну ещё же у нас другая, я даже не знаю, как это назвать, проблема или наоборот, это какой-то большой плюс. Но, тем не менее, люди бьют тревогу, и вот у нас начинают уже приходить сообщения, ожидаемые, в принципе. Ведь у нас много людей, которые приезжают из других стран, остаются, и преимущественно в Москву, они здесь остаются. Это, ну, как правило, граждане других стран, ближайших наших. Вот какая ситуация здесь? И вот если тоже можно нам просто рассказать, какой у них стиль жизни? То есть это временные работы, на которые они приезжают на какой-то срок, там, три месяца условно, либо они становятся полноценными гражданами Российской Федерации, живут в Москве и покупают себе квартиры, и становятся полноценными москвичами. Да, ну, это очень сложный и тяжёлый вопрос, на который нет ни простого, ни однозначного ответа. Конечно, вот такое недовольство населения огромным количеством приезжих, а, в общем-то, люди, если мы говорим о Москве, то москвичи, они для себя разделяют две категории. Кто такие приезжие? То есть приезжие, это, скорее всего, житель провинции, достаточно амбициозный. Провинция-то российская, из России. Российская провинция. Ну, когда я говорю провинции, я имею в виду нашу с вами страну. Из замка ты приехал, да. Ну, Московская область не рассматривается провинцией, хотя иногда Московская область может быть более глубокой провинцией, чем, скажем, Новосибирск или Казань, о которых мы говорили. Очень часто бывает в полиции, да. Так вот, когда речь идёт о жителях российской провинции, то, скорее всего, они рассматриваются как амбициозные, но недостаточно привыкшие к столичной жизни люди, которые допускают массу просчётов, не умеют себя вести, у них очень завышенная самооценка. Но, тем не менее, они стремятся стать такими же, как мы, и поэтому они, в общем-то, для нас никакой угрозы не представляют. Ну, снисходительной относятся. Снисходительной, иногда неприязненно, потому что им приписывается повышенная амбициозность, и не всегда это воспринимается позитивно. Есть другая категория, которых обычно называют мигранты, гастарбайтеры и так далее. Вот они воспринимаются совершенно иначе, потому что это некоторые чужие, о которых мы ничего не понимаем, которые, кроме всего, не стремятся быть похожими на нас. Может, они и стремятся, но мы тоже этого не понимаем. И поэтому мы встречаем их с большим недоверием, осторожностью, с предвзятостью. И для большинства людей это, ну, в общем, такой объект фрустрации, непонятное слово, ну, таких переживаний негативных, которые связаны... Ну, прежде всего, вот с неопределённостью реакции. Да, потому что и вроде бы они приветливые, но что у человека, как он живёт, что он себе представляет, вы не понимаете. И поскольку эти люди в большинстве своём бесправны, хотя миграция, ну, миграция в основном с постсоветского пространства, выходцы из бывших советских республик, она чрезвычайно, хотелось сказать, парализована, на самом деле поляризована. Парализована, да. То есть очень... Есть люди как обеспеченные, с высокими доходами, которые тоже здесь и покупают квартиры, и, в общем-то, вполне строен московский социум. И есть люди, которые, скорее, очень бедные. И вот эта вот категория бедных, она социально не защищена. Не в правовом отношении, не в социальном отношении. То есть это, если хотите, такие мальчики для битья или девочки для битья. Мальчики и девочки, мы очень скоро вернёмся. Оставайтесь в компании страны. Мы продолжаем, дорогие друзья. Лиза Каренина в студии, Роман Шахов. И у нас в гостях сегодня кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии Иран Ольга Вензина. Ольга Ивановна, мы продолжаем. Говорим сегодня о мигрантах не только в Москве, в нашей стране. Остановились на таком моменте, что к нам приезжает очень много людей из стран ближнего зарубежья. И есть такое недовольство у москвичей. Ну я так, образно, тезисно, да? У местных жителей, да? Да, но, как мы поняли, вот мы поговорили за эфиром, у нас такой был свой ликбез, что на самом деле большие города за счёт этого живут. То есть здесь не только минусы, а и много плюсов, о которых нужно поведать обывателям. Ну ладно, обывателям. Это слово какое-то обидное. Наши дорогие, любимые граждане, интересующиеся, интересующиеся жизнью в стране. Это я про себя ещё сказала. Слушающие, да, слушающие вашу радиостанцию. Так вот, если продолжить мысль, о которой я говорила, люди очень часто свои беды переносят на тех, кто как бы ближе всего с ними соприкасается, ближе находятся. Но при этом их недовольство может быть связано с тем, что власть не та, тем, что пенсии маленькие. Тем, что работы нет, в семье поссорился. Но вот встречается человек, который никак не может ответить на любое проявление агрессии, или, по крайней мере, лишён всяких прав и возможностей отвечать. И именно на него так безопасно выплёскиваются эти эмоции. И поэтому очень часто в таких крупных городах, там как Москва, такая вербальная агрессия против приезжих, она не выливается в реальные насильственные действия в отношении людей. Просто люди компенсируют все те свои раздражения, негативные эмоции, которые накопились в жизни, компенсируют при контакте с этими людьми. А мы с ними постоянно контактируем на улице, на рынке. То есть это наиболее, если хотите, видимая часть населения больших городов. Потому что там, скажем, интеллигенция вся сидит в офисах, рабочие на работе. А кто у нас на улице? Кто торгует? С кем мы сталкиваемся? Кто у нас няни, которые сидят с нашими маленькими детьми? Кто сиделки при стариках? Кто дежурные по подъездам? Это именно те люди, с которыми мы постоянно, повседневно сталкиваемся. И оттого у нас возникает впечатление, что никого больше нет. А на самом деле их доля, конечно, в городском населении не так велика, как нам кажется. А какая доля, Ольга Ивановна? Ну, это все равно для такого... Ну, я думаю, что там полмиллиона-миллион есть. Потому что город-то, в городе живет больше 10 миллионов. Понимаете, там вроде 10% населения звучит мало. А когда начинаешь считать на миллионы, то впечатляет. Этот приток, он постоянен или он растет, уменьшается? Какая тенденция? Ну, это зависит от состояния внутренней экономики города. Когда экономика находится в состоянии бумовом, то, конечно, все время потребности в рабочей силе. И растет потребность со стороны населения. Потому что мы же с вами обсуждали, что все все время должны работать. А когда вы должны работать, то кто будет выполнять все домашние дела, в которых вы нуждаетесь? Значит, надо кого-то нанимать. И вот когда город переживает такую волну экономического бума, конечно, количество приезжих увеличивается. Когда мы наблюдаем экономический спад, вот как последние, скажем, несколько лет, количество приезжих в городе уменьшается. Вы занимаетесь той статистикой, куда россияне уезжают? Вот так же, в качестве мигрантов. В какие страны? Ну, по-разному, по-разному. Но из России довольно значительной, особенно все по советское время, была утечка мозгов, то, что называется, утечка умов. В основном, это, конечно, квалифицированные, образованные кадры, которые уезжают в наиболее развитые страны. Но россияне уезжают и в Китай. Россияне сейчас вообще, в принципе, вот та тенденция, что из бедных стран переезжали в богатые, поскольку в богатых странах все тоже неблагополучно, и существует значительный дефицит рабочих мест, то наблюдается и обратная тенденция. Если вам предлагают хорошее рабочее место в бедной стране, а при этом с высокой зарплатой, намного более высокой, чем вы можете и дома заработать, или даже, я не знаю, в Соединенных Штатах, вы поедете в эту страну, потому что для вас это открывает лучшие перспективы, в том числе и карьерного роста. История топ-менеджеров АвтоВАЗа из-за границы. Ну, например, например, да. Но это характерно и для России. Это характерно. То есть вот сам феномен, о чём мы говорили, МОСПИТ и ПИТМОСы, это не только переезд питерцев за зарплаты в Москву, но и переезд москвичей на более высокие позиции, не только обеспеченные зарплаты, но и некой социальной карьерной позиции в Петербург. Поэтому, конечно, тенденция из бедных стран богатой, несомненно, есть. По-прежнему. При этом, ну, в России пока мы это ещё не наблюдаем, но для стран Запада это характерно. Если раньше ехали за работой, то зачем теперь едут? Догадайтесь, с первого раза. За отдыхом. За пособиями. Понятно. За пособиями. Да, потому что работы нет, а социальные гарантии есть. Хорошие. И социальные гарантии – это важнейший политический принцип организации социального государства, от которого отказаться невозможно. Дорогие друзья, у нас небольшая пауза впереди. Вы можете задавать свои вопросы нашему эксперту 909-928-189-9, группа ВКонтакте «Страна.ФМ». Пишите. Я хочу напомнить, Ольга Вензина у нас в гостях сегодня, ведущий научный сотрудник Института географии РАН. Скоро вернемся. Небольшая пауза. Дождитесь. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, мы продолжаем. Ольга Вензина в гостях у «Страны.ФМ», ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук. Еще важный момент, который мы хотели бы озвучить. С 4 по 6 июня в Москве проходила практическая конференция, которая называется «Практическая география и вызовы XXI века». Международная конференция к столетию Института географии Российской академии наук. Вы, естественно, принимали участие. Расскажите о своих впечатлениях, как все прошло. Ну, это было, конечно, очень масштабное для нашего Института огромной важности событие. И огромный интерес это событие вызывает еще потому, что география, пожалуй, единственная такая наука, которая соединяет в себе знания о природе и знания об обществе. И это вызывает определенные научные проблемы, потому что, с одной стороны, вроде бы география должна обладать объективным знанием, а с другой она связана с проблемами управления. И, значит, она не может быть свободна от идеологии и от всяких политических проблем. Ну, вот лично я, например, работаю в лаборатории геополитических исследований. И это, понимаете, география и политика – это прямое соединение. И, более того, это не просто управленческая политика, политика развития городов или политика чего-нибудь, а это большая политика, политика государств, взаимодействия государств на международной арене. И вот секция, в которой я наиболее активно участвовала, выступала с докладом, она как раз была связана с проблемами российских границ. Но не с тем, как эти границы устанавливаются, а с тем, как люди живут на этих границах. Потому что Россия граничит с 16 государствами. Сейчас она еще граничит с территориями, которые являются де-факто государствами или непризнанными государствами. И каждая из этих территорий обладает огромной спецификой. И граница, люди, которые живут, сталкиваются с очень разными проблемами. И для всего управление политическое всей этой ситуацией требует понимания, а какие вызовы существуют на разных участках границы. И здесь очень тоже интересные происходят события, потому что те границы, которые для нас всегда были прозрачными и которыми на протяжении многих столетий практически не было, то, что теперь границы с бывшими советскими республиками, а теперь новыми государствами, эти границы были абсолютно проницаемыми, они сегодня становятся все более и более барьерными. И граница с Украиной стала просто границей с враждебным государством, что невозможно было и подумать, и представить себе раньше. А, например, граница с Китаем, которая всегда была закрытой и всегда вызывала большую озабоченность государства, она, наоборот, сегодня открывается, и это та граница, где чрезвычайно активные контакты. Изменяются отношения, например, на границе с европейскими странами, скажем, граница с Финляндией, которая, хотя в советские годы была закрытой, но всегда была такой границей, достаточно дружественной. Володичка, Ольга Ивановна. Спасибо. Не переживайте. Нет, ну, говоришь. Ну, то есть, понятно, вот тебе все меняется с историей. Ну, вопрос это ведь не только истории, вопрос это как выстраивать отношения. Одно дело, когда эта граница с враждебным государством, а другое дело, когда эта граница все больше открывается, но при этом у вас есть определенный исторический шлейф отношений. И вам не очень понятно, как взаимодействовать с этим соседом. Вы не очень его знаете, ну, скажем, если мы говорим о китайской границе, не очень понимаете, как люди живут, какие ценности они разделяют. Да, просто у вас нет общего языка общения. А тем не менее, вот на границе возникает вот такая зона, где эти контакты между людьми с двух сторон начинают очень активно осуществляться, люди начинают узнавать друг друга. Более того, на вот такие взаимодействия ближайшие регионы начинают возлагать большие надежды, потому что они рассматриваются как драйвер развития, как новые возможности для людей, новые возможности для прихода инвестиций. Да, просто организации жизни. Потому что для тех, кто живет на границе, ближайшим городом может оказаться город, который находится по ту сторону границы. И, скажем, на старых, вернее, на новых границах с постсоветскими странами, ну, например, с Белоруссией, на многих участках именно так. Для белорусов может оказаться Смоленск ближе, а для россиян белорусский город. Да и на Украине, скажем, граница Харьков-Белгород. Конечно, Казачья Лопань. Да, когда, ну, например, когда раньше, там, советские годы спрашивали белгородцев, какая главная достопримечательность Белгорода, они отвечали, главная достопримечательность Белгорода – это Харьков. Вот поэтому вот обмены были чрезвычайно тесными. И вот эти вопросы, которые имеют непосредственное, практическое значение и для жизни государства, и для жизни населения на границе. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, было безумно интересно. Ждем вас еще к нам в гости. Спасибо. Ольга Вендина. Спасибо.